Последние недели активизировался патриарх Кирилл, я думаю, вы это заметили. Он то объясняет создание атомного оружия в СССР божьим промыслом, то находит икону в резиденции у себя, перед которой якобы молились Минин и князь Пожарский. А на этой неделе он вообще заявил, что русские должны ходить в храм, а еще объявил, что сейчас пришло то время, которое нельзя проспать, чтобы это не значило. В то же время администрация президента пока тянется в движение Путина и пока не может придумать ничего интереснее к этой теме, чем выставка достижений Путина на ВДНХ с римскими легионерами и динозаврами. Ну и еще придумали раздачу призов и жилищных сертификатов за участие в выборах. Правильно ли мы понимаем, вот так соотнося одно с другим, что патриарх становится главным как бы пиарщиком Путина и создает идеологический обвес для избирательной кампании и очередного витка милитаристской истерии. Я поговорила об этом с журналистом и публицистом Александром Невзоровым. Прежде всего, Александр Глебович, объясните нам, какое сейчас место вообще занимает патриарх Кирилл в вертикали власти? Может, у него даже есть какая-то политическая самостоятельность, и он, например, может влиять на Владимира Путина? Нет, нет. Он никогда никакой политической самостоятельностью не обладал. Более того, он никогда на нее не претендовал. Он по своей натуре кайфовщик, сиборит, дикий лентяй. И никакой там вот внятной повестки политической или национальной у него под Дмитрой не водится. По крайней мере, никогда не водилось. Он с огромной легкостью и с веселым хохотом менялся на протяжении всей своей жизни. У него всегда были стойкими только там, ну, скажем так, интересы и по деканам, и к различным шалопушкам. Он очень любил всякие часики, очень любил различные предметы. Он всегда был предельно меркантилен и склочен. Вот эта вот как раз земная часть и часть откровенная и чисто греховная всегда его занимала гораздо больше. Но сейчас, понимая степень невменяемости Путина и видя его предельную жестокость, в том числе и к близкому окружению, в том числе и к людям, которым он был многим обязан, не забывайте, да, что все они, что те ракеты, которые вонзились в бочину Пригожинского самолета, они взорвались в головах у абсолютно всего окружения Путина. Они этот звук уже не забудут никогда. И поэтому, разумеется, Гуня не сам предпринимает все эти усилия. Есть администрация президента, которая знает, чем именно надо прижечь задницу патриарха, чтобы заставить его двигаться. Тогда чем же, поведайте, чем они прижигают? Ну, там много есть. Вы можете поинтересоваться загадочными обстоятельствами гибели Алексея, Алексея Второго. Вы можете поинтересоваться всеми табачными и водочными обстоятельствами биографии Гундяева. Вы можете, в конце концов, раскопать причины происхождения его личного состояния. Ну, и мы видим, что мы понимаем, что вот это вот пригревание и втыкание ему в зад всяких раскаленных предметов вынуждает его, к сожалению, плохо готовиться и попадать в смешной просад. Потому что вот с этой вот чудотворной иконой времен смутного времени он, конечно, осранился исключительно, представ просто мелким жуликом, просто человеком, который предлагает предмет с весьма и весьма туманным провинансом, но выдает его за тот самый, что это вот та самая икона, поскольку князь Пожарский действительно страдал от хронического алкоголизма, то Минин с помощью этой иконы несколькими ударами будил его и заставлял, ну вот какова была действительно роль этой казанской. Она была не больше и не меньше, это было таким отрезвителем для Пожарского, но тогда, надо сказать, что никто ей никакого значения не придавал. И куда делась на самом деле та икона? Я подозреваю, что поскольку эксгумация, которая была произведена в советское время, показала исключительную толщину лобных костей князя Пожарского, скорее всего, икона раскололась и до наших дней не дошла. Ну вот Гундяев там где-то, вскопав свои старые стринги и лифчики, вдруг обнаружил в чуланчике у себя эту святыню. То есть мы понимаем, что он постоянно палится, что называется. Вот это вот смешное заявление про русских и православных. Понятно, что ему на какой-то момент удалось коснуться межнациональной политики в России. Сделано это весьма и весьма коряво. А это вообще в его интересах касаться национальной политики в данной ситуации? У него нет тут своих интересов. Забудьте. Нет у него никаких своих интересов. Он абсолютно этого всего чушь. Он артист. Он исполняет свою литургическую роль. Он ведет свою достаточно занятную, очень смешную, порочную церковную жизнь, сплетенную из самых диких интриг, пороков, корыстей или корыстей. Корыстей. И он привык жить в этом мире. К тому же не забывайте, что он питерский, и он до этого никогда не светился. Никогда не светился ни в какой политике. То есть понятно, что он все равно сидит на цепи у Путина, он все равно научился щериться, и он прекрасно понимает, что Путин, как всякий истинный северный кореец, он без колебания съест свою любимую собаку тоже. И что если что-нибудь пойдет не так, то в том же самом сортире, в той же самой патриаршей резиденции, в том же сортире, в котором нашли Алексея Второго, который волшебным образом разморжил себе заднюю ушную вену об унитаз, что абсолютно анатонически невозможно при всем желании. То есть это нужно обладать каким-то, я бы сказал, какой-то невероятной мощью. Нужно биться головой об унитаз для разморжения этой вены примерно минут сорок. А Алексей никогда не был диагностирован как эпилептик. То есть мы понимаем, что там достаточно, что все они запомнили взрыв Пригожинского самолета. Хорошо. Но с чем связан нынешний всплеск активности? Можем ли мы говорить, что сейчас идет некий прогрев электората перед грядущей президентской кампанией? И тот же патриарх Кирилл участвует в некоем создании идеологического обвеса этой самой кампании? Конечно. Потому что, смотрите, другие чудеса, другие религии, они, в общем, аннулированы. Религией было фигурное катание. Оно аннулировано. Религией был космос. Это опозорен. Я имею в виду вот той советской мифологии, той советской религии, о которой мы серьезно говорим. А осталось только православие, которое, конечно, не может заменить фигурное катание в полной мере. Да, потом еще религии были, курорты. И с этим тоже дело обстоит очень плохо. Поэтому остается православие. Конечно, его никто всерьез не воспринимает. Мы знаем, что даже по их статистике довоенной, когда еще не были окончательно разбиты и сломаны все аппараты, которые диагностировали и давали возможность узнать реальные цифры, тогда, в общем, этих православных насчитывалось 1,4%. То, что называется действительно православные христиане, потому что православный христианин – это образ жизни отчетливый, понятный, с постоянными исповедями, с постоянными причастиями, с обязательным явлением воскресения в молитвенный дом, то есть в так называемую церковь. Это совершенно особый покрой людей. И невозможно быть немножко православным. Невозможно быть иногда православным. Это мировоззрение, которое диктует определенный стиль поведения, жизни, стилистики, лексики и всего остального. Вот таких 1,4%. Но есть так называемые захожане. Их порядка 3-4% – это те, кто могут зайти, купить свечку, криво перекиститься еще неизвестно какой рукой, которые понятия не имеют и не отличат никогда антиминс от акафиста. Я уж не говорю про какие-то более серьезные знания. Но таких тоже немного. Но Кремлю-то больше пока не на что делать ставку. У него же ничего нет. Путин хочет всерьез сыграть спектакль выборов. Ну а как политтехнолог, как главный спикер, он убедительно звучит для своей паства? Так у него пасква-то ничтожна. Поймите, ведь все то, что говорит Гундяев, все то, что он проповедует, все то, что он декларирует, это с точки зрения церковного права канонических основ, это абсолютное самоубийство. Все то, что говорит Гундяев, находится в радикальном противоречии вот с той сусальной частью христианства, на которой, собственно говоря, его паства и держится. Его паства не понимают, да, что в христианстве не три бога и не два. Он один, да. То есть до них не доходит, что этот их благостный Иисус и существо, которое устраивало всемирный потоп, угробив несколько миллионов человек, это одно и то же лицо просто при исполнении разных ролей, так называемых ипостасей. И, тем не менее, все вот считают, что это картиночная, сусальная часть христианства, это его подлинное содержание. На самом деле христианство такая же свирепая, такая же нетерпимая, такая же садистическая религия, как и все остальные. Ну, просто потому, что ему необходимо сохранять себя, да, если у него будут размыты границы, если не будет в том или ином виде инквизиции или каких-то стражей этой границы, оно может слиться с другими культами и перестать приносить доходы. Электората у него нету. Для всех остальных он просто ряженый, он просто клоун не более того. А правильно ли я понимаю из вашего ответа, что для Кремля он своего рода хромая утка, и от него пользы меньше, чем вреда? Вы знаете, у них там все... А кто у них? У них, если вы посмотрите внимательно и послушаете, прислушаетесь к их кряканью, посмотрите на их перепончатые ноги, вы поймете, что не хромых уток там нету. А кто у них не хромая утка? Красный дракон Зю, выкопанный, хранящийся постоянно в нафталине патрушек? Или, может быть, Эллочка-людоедка, в гробу родилась Эллочка? Или, может быть, Валин Матвиенко с ее Министерством счастья? Кто у них не хромая утка? Сам Путин, который еще неизвестно, где проводит выходные в каком холодильнике? В обнимку с мороженными осетрами. Должна пройти внятная команда. И завтра он уже будет говорить диаметрально противоположно. Причем у него же, в отличие от нас с вами, есть роскошная возможность сослаться на ночное видение. На то, что ему лично явилась казанская, либо какая-нибудь другая разновидность Богородицы, включая Адигитрию или Троиручицу. И лично, лично постучав ему перстом в натруженный лоб, велела сменить политику и риторику. Очень многие папы, очень многие патриархи, не только, кстати говоря, русские, но и византийские, проделывали неоднократно этот трюк, когда менялся мирской правитель, и на его место заступал человек, скажем так, с другими устремлениями, тут же и папы, и патриархи сообщали, что вот было им видение, и был им глаз свыше. Это проверенная практика, вот послаться на то, что к вам явилась там во снах красная шапочка. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему лайк, так вы не только благодарите команду Ходорковский лайв, которая для вас работает, но и помогаете Ютубу понять, что видео важно и нужно, и нужно его распространять. И обязательно подпишитесь, если вдруг почему-то этого не сделали, так мы станем ближе.